В подземном мире своя мера измерения пикеты. В переводе шахтерского 10 метров. В земном масштабе до рабочего места 2,5 километра. Не заблудиться в темноте помогают надписи на стенах. Мы находимся на глубине 250 метров от землей. Температура здесь 25 градусов. В таком снаряжении достаточно шарко, но для работников шахты это привычный режим работы. Отличная шахта. Не глубокая, воздух хороший, температурный режим хороший. Поставка оборудования производится, запчасти вроде дают. То, что необходимо, по крайней мере, мы имеем. Предмет первой необходимости здесь комбайн. Хотя так официально его мало кто называет. В основном кормильцам называют, потому что он в основную работу делает комбайн. Очередная выемка угля для Евгения Юдина прошла на отлично. Добытая масса попадает на ленточный конвейер. Транспортировка по наклону. Горные мастера уголь достают и измельчают до нужной формы. Отсюда его отправляют на электростанции, на стекольные заводы и промышленные предприятия по производству сахара и соды. Уголь пригодится и в качестве топлива. В сутки в среднем удается добыть 2000 тонн угля. По всем шахтам, соответственно, рост заработной платы в этом году вырос в соответствии с прогнозом. Как давали обещания угольщики губернатора Ростовской области Васильевича Голубева, сейчас средняя цена составляет порядка 21 тысячи средств сотрудников угольной промышленности. В развитии угольной промышленности заинтересована и область. По утвержденному губернаторам плану, мощность добычи на дону должна вырасти до 13 миллионов тонн угля в год.